Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео будет посвящена, мы периодически, кстати, его проводим, потому что есть фундаментальные вещи, которые не меняются со временем, и о таких фундаментальных вещах мы поговорили вот в этом видео, где я рассказал как раз-таки про то, какие бы советы я оставил своим собственным детям, которые, в принципе, они статичны, некие аксиомы, которые могут соблюдаться в любые промежутки времени. Есть вещи динамичные, то есть мы живем в динамичной экономике, мы живем в экономике, которая основана на кредите, кредит это деньги, которые, по сути, делаются из воздуха, но за них приходится платить. И когда мы живем в такого рода экономике, то экономика, основанная на кредите, она имеет волновую историю, волновую природу, что в ситуации, когда деньги дешевые, экономика растет, в ситуации, когда деньги становятся дорогими, экономика снижается. И сейчас хотелось бы поговорить о глобальной экономике, еще раз вернуться к вопросу. Мы где-то раз в два-три месяца подобного рода видео записываем, чтобы держать руку на пульсе и понимать, где же мы находимся сейчас, какие индикаторы имеет смысл отслеживать, чтобы посмотреть, что называется, построить прогнозную модель, что нам ждать в ближайшее время. Итак, на графике сейчас видите вот эту волновую природу экономики, когда наступает пик, с пиков у нас происходит рецессия, достигнает экономика дна и снова наблюдается рост. При этом на графике для большего визуального восприятия оно построено в рамке такой волновой истории, но по факту она, то есть сама эта волна, она имеет направление вверх. То есть ключевым является все-таки, когда мы говорим про рост экономики, про рост ВВП, мы говорим про то, что у нас производительность труда растет и экономика, она соответственно не в горизонтальной плоскости растет и снижается, а это идет с небольшим повышением. То есть волна направлена непосредственно вверх, поэтому каждое следующее дно бывает выше, чем предыдущее дно. Опять обусловлено это ростом производительности, то есть сколько производит не мы, вернее, сколько производит мировая экономика за единицу времени товаров и услуг. Так как производительность труда растет, то соответственно экономика все равно, несмотря на то, что есть фаза роста и фаза спада, она долгосрочно все равно поднимается. Итак, о чем хотелось бы поговорить еще раз, вспомнить, какими у нас являются индикаторы, в какой стадии экономического роста находится экономика, выделяют 4 стадии возрождения, развития, охлаждения и экономический нокдаун. На какие основные ключевые показатели нужно обращать внимание? Это на ВВП, на рынок труда, другими словами безработица, что происходит с промышленностью растет, анализ снижается, что происходит с кредитованием, активно оно или оно замедляется. А также, что происходит с корпоративными прибылями компаний, что происходит со стимулами со стороны центрального банка, он ужесточает денежно-кредитную политику или смягчает денежно-кредитную политику. Что происходит со складскими запасами, потому что опять-таки для экономики это очень важно, когда экономика впадает в рецессию, то складские запасы, как правило, растут. Потому что уровень безработицы увеличивается, люди не верят в завтрашний день, начинают меньше потреблять, а предыдущие годы роста приводили к тому, что промышленность, производство товаров и услуг росло, 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 росло. Товары и услуг производятся много, люди начинают меньше потреблять из-за роста безработицы, складские запасы увеличиваются. Ну и продажа товаров и услуг тоже немаловажный фактор, некий такой опережающий индикатор, который как раз-таки позволяет спрогнозировать, да, у нас продажи растут или падают. Если они растут, то это хорошо, если падают или замедляются, то в этом случае это является негативным эффектом. Я не буду сейчас зачитывать слайды, вы можете поставить на паузу, посмотреть, что каждый из этих показателей, в какой промежуток времени, какими параметрами обладают. Давайте посмотрим в настоящий момент, что у нас происходит с этими показателями, в первую очередь в американской экономике. Динамика ВВП квартал-квартал, то есть что происходит с динамикой ВВП с 2020 года по квартально, да, то есть мы наблюдаем, что было падение, да, в 2022 году было снижение, два квартала подряд в технической рецессии находилось, но после этого экономика восстановилась, но в настоящий момент у нас идет некая такая стагнация, то есть от 3,2% до текущего момента 2,4%. То есть ВВП не растет, то есть первое, что нужно констатировать, что ВВП не растет и постепенно замедляется. Что у нас происходит с уровнем безработицы? Уровень безработицы, видим высокий скачок в период ковида, да, безработица очень сильно выросла. Сейчас она, соответственно, сократилась, ну и последние данные здесь на графике непосредственно не приведены, но уровень безработицы начинает медленно повышаться, медленно расти. И здесь для меня лично и для вас лично важным являются показатели следующего месяца, потому что уже по итогам августа 2023 года безработица начинает расти. И рост безработицы как раз-таки сейчас многие находятся в ожидании прекращения федеральной резервной системы ужесточения денежно-кредитной политики, потому что начинает расти безработица. И рост безработицы является одним из ключевых факторов, которыми управляют центральные банки. Они по факту управляют двумя показателями – инфляции и безработицы. И здесь важно, соответственно, что происходит с безработицей, потому что если безработица будет увеличиваться, это будет как раз-таки говорить о том, что мы начинаем переходить в фазу экономического нокдауна. Потому что сейчас экономика Соединенных Штатов Америки, а за ней и вся мировая экономика, она, скажем так, очень серьезно замедляется. Что происходит с индексом деловой активности? Индекс деловой активности у нас с 2021 года даже снижается. Опять-таки на графике видно это снижение. Когда индекс деловой активности падает ниже 50%, это сигнал о том, что приближается рецессия. И опять уже более двух кварталов подряд у нас получается PMI, индекс деловой активности в производстве, находится по значениям ниже 50%. И это в Америке. То есть эти показатели в еврозоне еще на более низких значениях находятся. Что происходит с индексом доверия потребителей? Опять-таки с 2020 года он снижался. Небольшое повышение, соответственно, было в 2023 году. Чем доверие потребителей сейчас подрастает? И почему так сильно снижалось? Что на это влияло? Доверие потребителей, оно падает, когда высокая инфляция. То есть когда показания инфляции высокие, они нестандартные. Инфляция очень сильно увеличивается. Доверие у потребителей снижается. И в этом случае они, соответственно, начинают покупать больше. Они боятся от роста будущего цен. И, соответственно, индекс доверия потребителей снижается. Почему сейчас наблюдается рост индекса доверия потребителей? Потому что замедляется инфляция. Инфляция замедляется по двум причинам. Из-за того, что растут процентные ставки. Раз. И повышаются процентные ставки в Америке. Доверие – это ключевой показатель. То, что доверие постепенно восстанавливается. Но, опять, параметр его находится ниже 80%. То есть доверие потребителей еще не восстановилось в полном размере. Очень важный показатель объема кредитования. Потому что объем кредитования как раз-таки показывает, какой размер покупательской активности населения. Люди могут потратить собственные заработанные деньги. Они могут потратить деньги, взятые в кредит. И что здесь получается? Здесь получается, что, во-первых, доверие потребителей снижается. Они, соответственно, меньше хотят покупать. Меньше хотят потреблять. Процентные ставки при этом растут. По высоким процентным ставкам, соответственно, никто не хочет брать кредиты, которые дорогие. Которые дорого обслуживать. Бъем кредитования снижается. Да, еще не критически. Но, тем не менее, можно увидеть, что с января 2023 года наметилась тенденция к снижению кредитования. И люди, соответственно, в кредит не берут. Если не берут, значит не тратят. Если не тратят, значит производители товаров и услуг не получают прибыль. И будущие корпоративные прибыли будут снижаться. И показывает следующий график, что объем корпоративных прибыли в 2023 году снижается. Индекс доверия потребителей низкий. Объемы кредитования уменьшаются. Корпоративные прибыли снижаются. И настолько снижаются. И вот то, о чем говорят единицы, что сейчас, если мы говорим про американские корпорации, форвардное значение прибыли в следующие 12 месяцев у американских корпораций ниже ставки без рисковой доходности. То есть, еще раз задумайтесь, это является очень важной историей. Об этом очень многое пишет Шиллер в своей книжке «Иррациональный оптимизм». Как раз таки, когда грядут, что называется, неприятности и существенные неприятности, признаками грядущих неприятностей является то, что рынок акций не предоставляет премии за риск. Опять звучит непонятно. И многие меня обвиняют в том, что говоришь очень интересно, но непонятно. Давайте попытаюсь разложить на пальцах. Вот вы капиталист. Кто такой капиталист? Это человек, у которого есть капитал, у которого есть деньги. И у вас есть два варианта. То есть, первый вариант, вы можете дать деньги в долг правительству Соединенных Штатов Америки. Да, высокий уровень долга. Да, высокая стоимость обслуживания кредита. Да, доходная часть бюджета не очень высокая. Там есть дефицит бюджета, причем существенный дефицит бюджета. Но, тем не менее, у правительства Соединенных Штатов Америки есть такой дружбан. Хороший дружбан. Федеральная резервная система. То есть, если они будут вновь выпускать государственный долг, если они снова будут занимать, если желающих купить этого долга будет не так много, всегда может появиться ФРС, напечатать деньги и на эти напечатанные деньги купить долги правительству Соединенных Штатов Америки. И тогда что произойдет? Вы капиталист, то есть вы не ФРС, вы не правительство. У вас просто есть деньги. И вы можете эти деньги дать правительству Соединенных Штатов Америки. При всех тех рисках, которые присутствуют в высоком уровне долга, высокой стоимости отслуживания кредита, низких доходов бюджета. В принципе, вы не рискуете в плане того, что пока что есть друг в лице ФРС. И если надо будет, правительство выпустит новые облигации. ФРС эти облигации купит. А с вами, как с держателем уже выпущенных облигаций, правительство расплатится. И вот в текущий момент вы можете получать доходность по 10-20-летним облигациям на уровне 3,5-4%. А инфляция составляет те же самые 3,5-4%. То есть как минимум от инфляции вы защищены. И вот первый вариант дать на 10 лет правительству Соединенных Штатов Америки и не париться вообще. То есть это называется ставка без рисковой доходности. То есть вы получаете на каждые вложенные 100 долларов свои 3,5-4 доллара в год. Но вы хотите больше. 3,5-4% это маловато будет. То есть как в том мультике падал прошлогодний снег. И тогда вы говорите, для меня это мало, я не хочу. Я не хочу, чтобы у меня деньги просто защищались от инфляции. Я хочу получить большую норму доходности. И в этом случае в экономической теории, в основах стоимостного инвестирования появляются акции. Акция не дает никакого гарантированного дохода. Вы там вообще не получаете никакой гарантированный доход. Но вы имеете право на получение чистой прибыли, доли чистой прибыли, которую компания заработает. И для того, чтобы вас как капиталиста заинтересовать инвестировать в акции или создавать собственный бизнес, у вас должна быть премия за риск. Премия за то, что вы идете в неизвестность. Премия за то, что вы идете в неопределенность. И поэтому вы, если вам будут предлагать доходность, например, дивидендную доходность в акциях на уровне 3,5-4%, вы скажете, ребята, а зачем вы мне такие красивые нужны? Но свои 3,5-4% я могу получить и там. И к вам я пойду, если вы мне обеспечите как минимум дивидендную доходность 3,5-4%, и у вас все будет хорошо с чистой прибылью, у вас будет высокая маржинальность, у вас будет растущий бизнес, у вас будет относительно небольшой объем выплаты чистой прибыли в форме дивидендов. То есть есть куда расти. И тогда, да, тогда есть так называемая премия за риск. То есть я помимо дивидендов еще и получу дополнительную прибыль за счет того, что вы создадите больше продуктов, продадите больше продуктов, заработаете нам, всем акционерам. Это называется премия за риск. И стандартная премия за риск, соответственно, в Америке составляет исторически в районе 4%. Что мы получаем в этом случае? Мы получаем, что для того, чтобы сейчас инвестировать в акции американских компаний, у нас должна быть доходность, форвардная доходность акций американских компаний на уровне 7,5-8%. А эта доходность находится даже ниже доходности облигаций. Но все равно толпа считает, что да ничего страшного, все нормально, все хорошо, все будет у компании замечательно. И поэтому это вот ключевой показатель. Потому что нам сейчас на графике мы посмотрели, что доверие потребителей снижается, они потребляют меньше, корпоративные прибыли снижаются. Что у нас дальше получается? Процентная ставка высокая, что оказывает влияние на потребление и на стоимость обслуживания кредитов. Динамика рынка акций США, рынок там незначительно снизился. И опять-таки, когда происходит падение рынков, когда Федеральная резервная система США занимает паузу в цикле повышения процентных ставок. И вот после паузы начинается такое существенное снижение. То, о чем стоит говорить сейчас, то индикаторы приближающейся рецессии достаточно много. Экономика Соединенных Штатов Америки, она еще не в рецессии, она еще только замедляется. Но хорошим качественным сигналом первым для нас будет являться то, что наступит пауза, вышесточение денежно-кредитной политики перестанут повышать процентную ставку. Раз. После того, как рынки уйдут в падение. То есть, многие же как ожидают, что вот когда Федеральная резервная система снизит процентную ставку, вот тогда я докуплюсь. И действительно, это хороший индикатор, что это произойдет, когда рынки скорректируются. Коррекция может составить порядка 30-40%. И поэтому то, что следует рассматривать сейчас, как мы это смотрим. И более подробно данные индикаторы мы разбираем на бесплатном мастер-классе, разбирает Вячеслав Болянов. Вы получите более подробное толкование индикаторов, которые я сейчас вам представил, что с этим непосредственно делать и временные периоды. Сейчас, что хочется сказать, это поделиться небольшим лайфхаком. Если вы не находитесь на территории России, если вы все-таки находитесь на территории России, но инвестируете в глобальные экономики, у вас есть возможность инвестиции на рынки акций, то в описании под данным видео прямо сейчас у вас появится тикер облигаций. Мы говорили вот в этом видео, куда парковать кэш рублевый, то есть это фонд от ВИМ Инвестиции Ликвидность. Фонд на американские краткосрочные облигации от 1 до 3 месяцев, так называемые T-Bills. Также тикер будет в описании под данное видео. Это инструментарий, в котором сейчас, в настоящий момент, сам господин Уоррен Баффетт, Арак Волзамахи паркует свои денежные средства, выходит частично из акций американских компаний. И именно в этом фонде, соответственно, осуществляется парковка. Почему? Потому что это краткосрочные облигации все-таки казначейские, срок погашения по которым от 1 дня до 3 месяцев. Ну, по сути, некий такой фонд денежного рынка. Вы не несете рыночных рисков и можете доллары непосредственно в нем парковать. Низковолатильный, высоколиквидный инструмент, который непосредственно можно использовать. Сегодня вот именно хотелось поговорить, показать вам по основным индикаторам, где находится американская экономика, потому что она влияет на всю мировую экономику. Сказать о том, что мы находимся в фазе замедления и очень близка ситуация, когда нужно переходить к активным действиям, к покупкам. Ну, а каким образом сформировать портфель на глобальном рынке? Какие компании сейчас, находящиеся у вас в портфеле, могут вам предподнести очень неприятные сюрпризы? Какие активы и компании стоит включить в свой портфель, если вы занимаетесь выбором отдельно взятых акций? Об этом мы говорим на бесплатном мастер-классе Вячеслава Болянова. Ссылка на него будет в описании под данное видео. Проходите, будет ценно, полезно, тем более бесплатно. Мы будем рады с вами поделиться этой информацией и дать первоисточнике ссылку, чтобы вы могли для себя самостоятельно отслеживать эту информацию в будущем, развивая свое собственное инвесторское мышление. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Продолжение следует...